В Казахстане предложили поднять тарифы на сотовую связь и интернет. С таким заявлением накануне выступил глава Министерства цифровизации Багдад Мусин. Однако пользователи услуг такое решение считают непопулярным. Сеть не ловит не только на селе, но и в столице. Виноваты в этом радиофобы, полагают члены кабинета министров. В ситуации пыталась разобраться Динара Нургалиева. Астана, Левый берег, район Нурай. Я нахожусь на территории жилого комплекса Манхэттен. Здесь проживает больше тысячи семей. На шторке моего телефона появилась буква Е. Это значит, что скорость интернета здесь упала до минимума. В столице Казахстана интернет и сотовая связь оставляют желать лучшего. Но почему? Сегодня этим вопросом озадачены глава государства в Министерстве цифровизации. Объяснили ситуацию, мол, жильцы некоторых комплексов против установки базовых станций на крышах их домов. Из-за этого ежегодно операторам сотовой связи приходится снимать почти 150 установок. Так называемые радиофобы сегодня живут в 28 столичных жилых комплексах. Наша съемочная группа отправилась на поиски этих зданий. Правда, по дороге навигатор нашего водителя вышел из зоны покрытия интернета. Карта не ловит. Многие не хотят антенну устанавливать именно на крышу. Причина? Да. Ну, как, наверное, облучение, скорее всего. Ну, говорят, что если один житель против, то, например, целый дом будет страдать. Есть, которые против. Да, потому что это как бы облучение, особенно вот это 5G. Есть, которые против. У них на верхних этажах боятся облучения. Ну, мы тоже против сможем. А почему? Ну, они хотят установить прямо на крыше нашего дома. Пусть отдельно стоящее здание какое-нибудь возьмут, туда установят. Такую альтернативу горожане предлагают местным властям. Тем временем мониторинг только в Астане выявил 67 так называемых белых пятен. 38 из них в цифровом ведомстве обещают устранить неполадку. И установить новое оборудование. Однако сейчас дискомфорт испытывают не только жители. Отсутствие в сети влияет на бизнес. Кассовый аппарат иногда не ловит. Да и у людей в этом районе не работает сеть. Они на улицу выходят и ищут сигнал, чтобы оплатить покупки. Министр Богдат Мусин считает, что нужно внести поправки в закон о жилищных отношениях. А именно внести следующую норму. Если более 50% жильцов выступают за базовую станцию на доме, ее снимать не будут. И еще, вслед за коммунальными услугами тарифы будут расти и на связь. Вторая проблема это дешевизна тарифов. То есть то, что наши пользователи интернетом, они постоянно зависают в интернете. И это несет высокую нагрузку. То есть если за границей сравнить, там в Европе, в Америке, там прежде чем открыть какое-то видео, пользователь подумает, оно ему надо или нет. Потому что его мегабайты сжигаются и он, грубо говоря, теряет деньги. Такое предложение министра эксперты считают непопулярным. Президент интернет-ассоциации Казахстана полагает, что цены на действующие тарифы уже сверх нормы. Более того, в период пандемии, когда граждане не выходили из своих домов, единственным инструментом связи с внешним миром были мобильные устройства и интернет. Тогда и провайдеры получали сверхприбыли. Из четырех операторов связи, три принадлежат государству. Поэтому государству могло бы пойти на то, что три оператора связи хотя бы оставят цены. Либо, может быть, наоборот, один из операторов снизил бы еще ниже цены, потому что у нас разрыв, то есть, точнее, прослойка людей не просто низкообеспеченных, а людей, которые еле выживают, она сегодня увеличилась в разы. Так как сегодня, допустим, оправдывают повышение тарифов, что вот это в рамках мировой тенденции и так далее, или пытаются сравнивать нас с Соединенными Штатами. Простите, мы живем в Казахстане. По словам Шавката Сабирова, для повышения цен нужны точные данные и экономическое обоснование. Тем временем в государственные органы неоднократно поступают жалобы от горожан и сельчан на рост тарифов за услуги сотовой и проводной связи. Они сейчас даже, например, мы оплачиваем ежемесячную оплату на тариф, да, 4 тысячи тенге. А она вообще не соответствует, она вообще не работает. Плачу почти 3 тысячи тенге. В доме не работает интернет. Хожу в квартире, по углам ищу сеть. В Министерстве цифровизации говорят, что регулярно отслеживают жалобы клиентов. К примеру, за прошлый год они провели полторы тысячи проверок. Сотовых операторов оштрафовали почти на 3 миллиарда тенге. В Агентстве по защите и развитию конкуренции предлагают внедрить госрегулирование цен на тарифы до тех пор, пока рынок не станет конкурентным. Динара Нургалиева, Дидар Юлиов, Информбюро, Астана.